добрый день дорогие друзья я рада приветствовать всех кто продолжает учиться программирование а также тех кто только начинает свой путь в этом направлении у нас за окном зима и в это время обычно идет снег и мы сделаем небольшую анимированную открытку падающего снега например в итоге она может выглядеть вот так это один из примеров мы рассмотрим несколько способов реализации алгоритмов разберемся который из них лучше и также в каких случаях какой из способов более предпочтителен в каких еще проектах можно будет это использовать вот еще второй вариант реализации вы видите сразу визуальную разницу ну и в принципе мы разберемся в чем каким образом она была достигнута профессиональные программисты употребляют такой термин шаблоны проектирования в принципе мы в каком-то смысле сейчас напишем небольшой шаблон который потом вы сможете использовать самых разных своих проектах я привожу намеренно простой пример вы видите у меня здесь нет никакого фона и кроме снежинок больше ничего именно потому чтобы дать возможность каждому проявить собственную фантазию и творчество и сделать свой уникальный проект ну что начнем мы будем сейчас создавать новый проект scratch для тех кто не знает как войти scratch смотрите уроки для начинающих под видео будет ссылка но я думаю что каждый из вас знает адрес сайта scratchmeet.edu и там есть кнопочка создавать на нее нажимаем и попадаем в окно редактирования для тех кто уже знаком со scratch все что я буду показывать наверняка будет понятным поэтому можно сразу досмотреть видео до конца а потом сесть и сделать для тех кто только начинает я рекомендую повторять вслед за мной то есть ставить видео на паузу и делать какие-то небольшие шаги так будет проще запомнить то что я показала и воспроизвести для того чтобы потом не листать видео назад ну что я желаю нам всем успехов и думаю что сейчас у нас все получится и так приступим у нас есть в нашем проекте единственный спрайт и этот спрайт я взяла в библиотеке нажимаем кнопочку здесь и это снежинка по-английски снег это снова достаточно набрать даже первые две буквы с н и вот наша снежинка snowflakes она здесь большая мы сейчас делаем ее меньше уберем нашего кота он нам не нужен и напишем скрипт для начала я делала размер вот такой вот 20 это 20 процентов в пять раз меньше но опять же потом можно будет это значение менять давайте подумаем что делает наша снежинка как она себя ведет она сверху перемещается двигается вниз наверняка уже те кто знаком со scratch догадались какие команды для этого нам нужны но я начну по порядку и значит нам нужно сделать так чтобы сначала снежинка была сверху самом верху дальше мы выбираем события когда флажок нажат понятно что все это будет у нас происходить цикле повторять всегда то есть снежинка все время должна падать и дальше нам нужны команды движения при этом сначала наша снежинка должна как мы уже сказали появится сверху а затем она должна переместиться вниз для этого у нас есть команда плыть это самый простой способ реализации движения но кому интересно посмотреть какие существуют еще другие возможности более универсальные доступные в других языках программирования я дам ссылочку на урок где рассказано каким способом можно осуществлять перемещение объектов на сцене и так мы сейчас перемещаем снежинку вниз так проще то есть она должна у нас достигнуть сниза и теперь мы выбираем команду плыть есть один маленький нюанс те кто не знает координат наша сцена имеет две координаты горизонтальная координата x вертикальная координата y это то местоположение в котором находится любой спрайт на сцене это какая-то точкой вот допустим сейчас снежинка внизу у нее координаты минус 176 по горизонтали и минус 184 по вертикали когда снежинка была самом начале сейчас я покажу как мы этого достигнем вот я сейчас нажму на эту команду то у нее были координаты x минус 174 по горизонтали а y плюс 184 по вертикали то есть по вертикали мы верху опять же для тех кто не совсем знает что такое координаты дам ссылку на урок и вы лучше разберетесь в этом а сейчас наша задача сделать так чтобы снежинка падала ровно сверху вниз то есть чтобы она прошла свой путь и опустилась ровно там же по горизонтали где она вверху начинала него для этого нам нужно чтобы здесь была та же самая координата конечно мы можем цифрами ввести 174 то есть было минус 174 и осталось минус 184 принципе мы можем уже тестировать нажимаем на флажок и вот наша снежинка падает падает она слишком быстро поэтому мы сейчас делаем наверное две секунды это в два раза медленнее ну вот пожалуй хорошо каждый может попробовать поработать с этой скоростью и увидеть разные результаты потом мы тоже к этому вернемся ну и в общем кажется что все теперь осталось только сделать много таких снежинок но если мы сделаем много таких снежинок нам нужно будет еще с сообщением откуда они должны начинать свое движение по горизонтали то есть сейчас у нас снежинка всегда появляется в одной и той же точке разные снежинки у нас будут в разных точках да и эту же снежинку мы используем неоднократно она как будто бы 1 улетает а вторая появляется соответственно мы можем сделать так чтобы сверху она появлялась в различных координатах как мы это делаем кто-то уже догадался для этого scratch есть оператор выдать случайное и случайное у нас должно быть значение x вот это и сейчас мы сделаем следующую вещь подумаем у нас по горизонтали для тех кто не знает ширина сцены начинается от значения минус 240 и заканчивается значением плюс 240 поэтому мы здесь так и пишем минус 240 до плюс 240 и ставим вот сюда ну что проверим и сейчас получается что снежинка у нас начинает свой путь из разных точек сверху но все время летит в одну и ту же точку снизу что не так понятно что не так у нас здесь и кто-то возможно захотел тоже поставить случайное но нам нужно чтобы значение x осталось прежним для этого у нас есть специальная команда которая называется положение x и вот мы ее сюда возьмем и вставим проверяем итак снежинка падает с одного места с другого с третьего из разных положений и наверное сейчас уже понятно что можно что сделать можно сделать продублировать я нажимаю правую кнопочку мыши спрайт сколько угодно раз ну допустим я хочу 6 снежинок для начала нажимаю на флажок и получаю что вот они падают но в чем недостаток этих падающих снежинок они падают все одновременно получается какая-то достаточно странная картина нам же надо чтобы они тоже случайно появлялись поэтому мы сделаем сначала небольшую задержку с помощью команды ждать это же мы будем ждать случайное время чтобы они в разное время просто появлялись сверху и поставим допустим от половины секунды или даже от нуля секунд поставлю 0.1 и до например двух с половиной секунд вот так вот и куда мы должны поставить эту команду вот сюда наверное но мы это сделали только для одного единственного спрайта получается что для всех остальных мы должны внести такие же изменения это первый недостаток такого подхода и самый простой способ это взять удалить все спрайты в которых скрипты у нас немножко не те а потом еще раз продублировать теперь они все одинаковые вот опять 6 снежинок снежинки падают хорошо но как-то внизу себя странно ведут они там как бы задерживаются в принципе можно это оставить возможно это такой эффект который может быть полезным например у нас будет внизу нарисована земля и как бы снежинки собираются и потом немножко на земле они тают мы сделаем так чтобы они здесь не оставались следующим образом опять вы догадываетесь что нам придется редактировать скрипты всех спрайтов поэтому я сразу их всех удалю и в одном из спрайтов который у меня остался внесу изменения изменения какие нам нужно сделать так чтобы сначала наш спрайт появлялся мы добавим показаться а потом когда он добрался до низу он спрятался проверим но не буду много дублировать например вот так и в начале мы видим небольшую какую-то мелочь вот сейчас я опять остановлю нажимаю play и у меня остаются залипшими снежинки из предыдущие анимации чем это связано это связано с тем что нам нужно в начале добавить тоже спрятаться до цикла то есть перед тем как начнется вообще проигрывание анимации нужно все спрайты спрятать и так я дублирую и запускаю вот получился наш снежок и понятно чем больше будет у нас спрайтов снежинок тем более густым будет падающий снег что еще можно сюда добавить можно добавить возможность задавать случайную скорость движения снежинок но мы это сделаем когда будем реализовывать наш снег другим способом следующем видео а сейчас предлагаю попробовать сделать вот такую анимацию придумать какой-то фон возможно еще какие-то спрайты и получится замечательная такая зимняя анимированная открытка либо можно попробовать использовать это в какой-либо из игр я желаю вам успехов и до встречи в следующем уроке а